Про решение кубических уравнений Давайте посмотрим Такая задача Рассмотрим множество всех кубических уравнений x куба плюс x плюс b равно 0 Мы знаем, что у каждого такого уравнения есть хотя бы один корень Можно ли представить себе его этот корень как непрерывная функция от a и b Вопрос такой Существует ли такая непрерывная функция как-нибудь как функция создают ну, у меня большая от b такая, что для любых a и b значения a, f, a, a, b являются корень корень вот к этому мы дошли то есть то есть попросту говоря верно такая вещь f в кубе плюс a f плюс r равно 0 существует ли, да, значит, функция должна быть непрерывной значит значит, слово непрерывная так всем интуитивно понятно но когда вы поступите куда-нибудь там то вам ее будут определять очень долго чтобы все было строго но слышите ну, какое непрерывная непрерывная вот у нас есть эта самая плоскость с координатами a и b мы должны на ней построить такую функцию чтобы график ее это такая поверхность пространство с координатами a, b и e значит, график ее должна быть такая поверхность которая нигде не рвется понятно? ну, или то же самое значит, вот у нас есть два значения две точки на этой плоскости а первая b первая а вторая если мы проведем какую-то кривую между одной и другой и в каждой точке этой кривой мы считаем значение этой формы то она должна вот так вот плавно меняться и никаких скачков у нее не должно быть вот это довольно ну, например вот функции почти все функции которые вы проходите в школе являются непрерывными там фигусы там многочлены какие еще бывают функции вот тангус не является непрерывной вот вот тангус это фигус то есть в некоторых точках возникает какая-то неприятность да хорошие функции они какие еще бывают функции какие в вашей науке бывают еще функции что да экспонента является пар да 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 все 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 но 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 казательные степени они все являются непрерывными так за исключением отрицательной степени конечно х минус вторая какая-то х минус первая она является опять-таки размером вот значит интересная наука вот интересный вопрос был такой а вот можно ли это уравнение решить с непрерывными функциями ну например каких-то элементарных функций которые я с ним привыкнул вот как как вы думаете может где-то здесь и вот если посмотреть на эту вот на эту собственно картинку то можно понять что такого решения нет давайте вам просто ограничимся вот этим ответом это мы взяли вот такую функцию и ставим к ней добавлять всевозможные константы если константа сильно отрицательная и для каждого значения мы рассматриваем соответствующую функцию и смотрим на ее код значит если константа сильно отрицательная то есть соответственно функция КП вот так 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 и корнем ее предъявляется положительное число потом значит мы прибавляем на что там да мы рассматриваем х х х х х х х . х х х х х х х х Вот так. Он был каким-то сильным положительным числом. И мы тут же нарисуем это самое положительное число. Теперь мы начинаем константы прибавлять. Когда мы эту константы начинаем прибавлять, то этот корень становится меньше. Эта клева начинает пересекать ось Х в точке, которая становится все более легкой. Она так немножко уменьшается. Но кроме того, в некоторый момент у нас возникает еще пара корней, которые являются отрицаторами. Вот у нас по-прежнему есть положительный фон. И кроме того, у нас еще возникает пара отрицательных корней. Вначале они слившимся. В следующий момент, значит, это поле все еще уменьшило. А тут возникло целое пара. Поэтому у нас, значит, что мы делаем? Мы для каждого значения B рисуем всевозможные значения корней. Соответствующих предательных корнячков у нас. Вот так вот мы дождем. С этим B. И на этой поверхности это может быть таким. Для этого значения у нас один положительный корень и два отрицательных. Потом, значит, один из этих корней начинает уменьшиться, а другой начинает растеть. И в некоторых моментах тот, который растет, начинает совпадать с тем, которые убывают. И потом у нас шли валяться. Вот эта точка, в этой точке, произошло вот что. Это точка, в которой эти два корня слились. Один из новорожденных корней продолжает сильно убывать, продолжает убывать. А эти два корня слились и исчезли, они перестали захвечесть. Поэтому для каждого значения мы рисуем все возможные значения корней этого врачей. Для этой точки это такое значение, для этой – такое, для этой – такое. Для этой мы могли выбирать между этой функцией эти значения, для этого значения и для этих значений, а для этой у нас только один гребор опять такой. Ну, теперь мы смотрим на эту прямую, которая и нарисована, и видим, что не существует непрерывной функции, а два, которая всюду равна какому-нибудь одному значению. Это значение этой кривой, значение которой все равно лежит на этой кривой. Уж если оно было непрерывно, то оно шло, 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 шло так, и здесь оно уходит в небытие. Но здесь оно должно быть таким. Тогда оно продолжается здесь, сюда. Здесь оно однозначно должно продолжаться так, и тут оно тоже уходит. Не бывает непрерывных решений этого врача. Из этого замечания, потому что люди это не понимают, произошло довольно много недоразумений. Вот. Вот. И вот это наблюдение, оно так и официальное поравнение как-то собирало. Легло. Паркан. Открылые. Также.